Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Гимназисты и лицеисты отмечают свой праздник. Горды почетным званием лицеиста, когда-то Пушкин лицеистом был. В Ленинском округе продолжается массовая вакцинация населения. Люди, которые переболели, сейчас активно стали прививаться. В Видном проходит благотворительная акция по сбору средств на лечение двухлетнего Максима Гришина. Уже закрыто в прошлом году 25 сборов. 19 октября – Всероссийский день лицеиста. В календарь памятных дат этот праздник попал еще в 90-е годы прошлого столетия. Но вообще ведет свою историю с 1811 года, когда был открыт знаменитый императорский царско-сельский лицей. Как в учебных заведениях отмечают это событие, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Листья волнуются раз, листья волнуются два, листья волнуются три, листная фигура на месте заврит. Лицеисты – народ чрезвычайно серьезный, хорошо учатся и активно познают окружающий мир. А на переменках превращаются в птичек, рыбок, котиков и зайчиков. Для первоклассников пока такие формы отдыха самые интересные. Школа, дом, это детский сад. Это наш видновский художественно-технический лицей. В нем очень здорово учиться и веселиться. Перспективные профили обучения – визитная карточка видновского художественно-технического лицея. Вот уже более 20 лет учебное заведение собирает под своим крылом самых талантливых, нестандартно мыслящих ребят. Что интересного-то у вас? Расскажите. Просто читаем новую книгу. Ух ты! А про что книга? Про мой любимый мультик. Это здесь Глади Форс. Что там такое? Это очень страшные монстры всякие. Сейчас в видновском художественно-техническом лице обучаются почти две с половиной тысячи детей. Помимо этого появились еще три дошкольных отделения, где воспитываются 900 малышей. У нас 80 классов и 25 групп. Мы большие-пребольшие. У нас почти 300 сотрудников. Так что вот такой у нас большой, дружный, я надеюсь, он станет таким очень дружным коллективом. Праздник лицеиста у ребят проходит месяцем позже традиционного всероссийского. В день рождения Ломоносова, 19 ноября, в школе обязательно будет звучать собственный гимн. Горды почетным званием лицеиста, когда-то Пушкин лицеистом был. Пусть будет на душе легко и чисто, и не угаснет юношеский пыл. А праздник видновской гимназии отмечают уже сегодня. Торжество совпало с днем рождения учебного заведения. Жизнь нашей школы, она всегда веселая, интересная. Мы стараемся ее как можно чаще разнообразить, и в учебные процессы, и в неурочную деятельность. Этим занимаемся уже 31 год. Праздник весело и дружно отмечают всем коллективам. В этот памятный день уроки ведут ученики старших классов. Новые педагоги – серьезные и строгие. Хотя не проще подурачиться на переменке. Расскажи, пожалуйста, нравится ли учиться в гимназии? Да, очень. А чем нравится? Что тут интересного такого? Тут добрые учителя, хорошие коллективы, большая школа, удобные кабинеты. В честь 31 дня рождения в гимназии открыта фото-выставка листа и о странице истории. Особой популярностью она пользуется у гимназистов младших классов. Сегодня мы рассказываем ребятам о тех традициях, которые были заложены 31 год назад. И мы надеемся, что ребята, которые пришли в школу, и, возможно, многие только недавно переехали в наш город проникнуться этой историей, будут поддерживать эти традиции и очень многое еще внесут в лепту истории нашей школы. Сейчас лицеи и гимназии находятся в авангарде современного, полного, среднего образования. Ребята увлеченно постигают программу и учатся мыслить нестандартно. Понимают, что своим достижениями сегодня они делают весомый вклад в будущее. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. По всей России отмечается высокий рост заболеваемости COVID-19. Врачи связывают это с осенним сезоном и падением иммунитета у жителей страны. В Ленинском округе продолжается массовая вакцинация населения. Кто сегодня приходит делать прививку, узнала Александра Столярова. К вторым компонентам спутника ВИ я привилась еще в конце мая. Тогда эта идея была не особенно популярна, поэтому в очередях мне сидеть не пришлось. Но сегодня наблюдается вновь высокий рост заболеваемости COVID-19. И мы отправились в поликлинику, чтобы узнать, как сейчас продвигается прививочная кампания. В холле амбулатории небольшая очередь. Жители в масках. В среднем местный прививочный пункт сегодня принимает по 20 человек в день. Сюда идут за вакциной от гриппа и от COVID-19. Люди, которые переболели, сейчас активно стали прививаться уже именно после заболевания самим. Есть те, кто приходят уже на повторную прививку. То есть они могут выбрать любую из прививок, которая сейчас существует, и записаться. И сегодня так поступает немало людей. Привиться повторно решил, к примеру, Алексей Пронин. Первый раз мужчина получил прививку спутником ВИ весной. Сейчас, проверив количество антител, Алексей записался в поликлинику. Интересно, что вакцинироваться он вновь решил двухкомпонентной вакциной. Я решил делать спутник ВИ полноценный, потому что на первую дозу, в первый раз, когда я вакцинировался, у меня реакции практически никакой не было. То, что я сказал, небольшое повышение какой-то температуры, я почти не заметил ничего. Но есть и те, кто делает первую прививку только сейчас. Рамил Зикеев признался, что долго откладывал поход на вакцинацию. Хотя среди его знакомых есть те, кто давно получил прививку. Спустя 21 день мужчину ждет второй компонент. Удобно. Ну, в принципе, все устраивает. Все хорошо. Некоторые, правда, жалуются на большие очереди в прививочный пункт. Однако такая ситуация, естественно, считают медики. Ведь осмотр перед прививкой занимает какое-то время. Каждого нужно индивидуально посмотреть, с каждым нужно индивидуально поработать, так как ответственность за каждого пациента, допущенная до прививки, внесет тот медик, который его допускает до нее. Соответственно, чтобы не упустить никакую сложную ситуацию со здоровьем, нужно хорошенько посмотреть человека. На прошлой неделе в муниципалитете было выявлено 194 новых случаев заражения COVID-19. Эта цифра в пять раз меньше той, которая наблюдалась в округе буквально три месяца назад. Снижению заболеваемости сегодня помогают именно жители, которые активно идут на вакцинацию. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Лодка, два весла и фотокамера, встроенная в смартфон. Именно это пригодится для романтической прогулки по воде. Но героем нашего следующего сюжета не до развлечений. В рамках федеральной программы по мониторингу водных объектов начальник территориального отдела Расторгуева и местный депутат обследовали один из прудов, расположенных на территории поселка. В рейд с ними отправилась и наша съемочная группа. Когда-то давно подходы к пруду, который расположен недалеко от Расторгуевского кладбища, были свободны со всех сторон. Теперь же большая часть побережья перешла в частные руки разных владельцев. Но не всех из них можно назвать хорошими хозяевами. Прибрежная зона в отдельных местах захламлена мусором, отсыпанным грунтом, кучами компоста. Каждое нарушение было тщательно зафиксировано на фото с указанием геолокации. Будем связываться с управлением отделом экологии, администрацией Ленинского городского округа для составления документов, материалов и привлечения к ответственности. Проверка на выявление сброса хозяйственно-бытовых отходов в пруд – крольчатник, завершающий этап работы в рамках федеральной программы по мониторингу водных объектов в Расторгуевской части Видного. До этого была обследована прибрежная зона реки Бица и пруд в Расторгуевском парке. В последнем обнаружили четыре точки сброса. И сегодняшний рейд выявил нарушение. Одну точку сброса хозяйственно-бытовых отходов участники нашего рейда обнаружили. Вот оттуда выходит труба. Татьяна Ивановна, что грозит нарушителям? В отдел экологии направим информацию по данному объекту, соответственно проведем все мероприятия по тампонированию, предварительно вручив предписание. Все-таки если не следить за миром живым сегодня, завтра будет катастрофа. Защитить природу от варварского отношения задача не только депутаты и сотрудников территориального отдела. Мы, жители, тоже можем активно включиться в работу по выявлению подобных нарушений. Ведь закрывая глаза сегодня, страшно представить, каким будет завтра для наших детей. Безобразие! Природу отравляют! Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видном проходит благотворительная акция по сбору макулатуры. Все вырученные средства, от которой будут направлены на лечение двухлетнего Максима Гришина со спинально-мышечной атрофией. Екатерина Коваленко уверена, помочь спасти жизнь ребенку может каждый из нас. Максиму Гришину из Кирова всего два года и девять месяцев, но он еще никогда не ходил на своих ногах. Виной тому грозный диагноз – спинально-мышечная атрофия, болезнь, которая каждый день берет свое, и помочь ребенку нужно как можно быстрее. Средства на лечение собирают по всей стране, а в нашем городе в пользу малыша стартовала благотворительная акция по сбору макулатуры. Спасибо вам огромное за вашу отклик, за то, что вы принимаете участие в нашей благотворительной акции. Она посвящена Максиму. На специальную стойку в торговом центре «Ларец» каждый желающий может принести макулатуру на вторичную переработку. И с каждым часом стремительно растет число коробок со старыми журналами и газетами, ненужной бумагой, разнообразной упаковкой. Максим, зови. Это пример того, что помочь может каждый. Тут дело не в финансовой помощи, а в том, чтобы хотя бы собрать макулатуру, которая есть у любого человека дома. Это какие-то бумаги, картонки, коробки, и это все может помочь маленькому ребенку. С удовольствием приняли участие. Вчера с детьми вечером перебрали все полки. Поэтому такое некое расхламление для нас. И большая помощь для Максима. Здоровья ему крепкого и скорейшего выздоровления. Спасти маленькую жизнь, а еще и подумать о природе. Эту акцию можно смело назвать «Эколога благотворительной». В ней сразу два вида помощи. Идея ее создания принадлежит Анне Катасоновой, которая призывает принять участие и жителей, и организации нашего округа. Привезти можно любое количество макулатуры. Мы договорились с благотворительным фондом, бочки которого стоят по всему городу, в принципе все его знают. Они в воскресенье отправят сюда машину, и все, что мы загрузим в машину, они переводят в денежный эквивалент. И все вырученные деньги будут направляться на лицевой счет Максима. Для выздоровления Максиму Гришину нужен всего один укол. Препарат «Азолгенсма», который является самым дорогим лекарством на планете. Необходимая сумма – 164 миллиона рублей. На сегодняшний день собрано порядка 20%. Можно в эту сумму не верить, но такие сборы закрылись. Уже закрыто в прошлом году 25 сборов, и 25 детей получили этот укол. Поэтому это реально. Но здесь нужны силы всех. Помочь малышу можно и самым доступным способом – перевести деньги на банковскую карту мамы Максима. Ее номер вы сейчас видите на экране. Что же касается пункта по приему макулатуры, то всех неравнодушных здесь ждут с 10 до 22 часов. Найти пункт по приему макулатуры очень просто. Он расположен недалеко от центрального входа в торговый центр «Ларец» и открыто 24 октября. Включительно. Приходите. Важна помощь каждого. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Видное ТВ. Руководитель местного отделения молодой гвардии «Единой России» Анастасия Матвеева уже пять лет реализует программу по привлечению молодежи к волонтерской деятельности. В этом году ее проект «Дэнс-битва» стал одним из лауреатов премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Наш корреспондент Юлия Пагасьян встретилась с Анастасией, чтобы узнать, на что будут потрачены выигранные средства. За пять лет существования проекта «Дэнс-битва» в нем приняло участие более 300 подростков. Из этого числа порядка 70% школьников остались в команде и сейчас активно помогают местному отделению молодой гвардии «Единой России» в различных волонтерских движениях. Заряд сил и новые идеи, конечно же, мы черпаем из молодежи, которая приходит в наши проекты. Они несут с собой позитив, добро, которое они хотят дарить окружающим. И, конечно же, их добрые сердца и участие. Задумка объединить молодежь путем совместного развлекательного досуга возникла не просто так. Организаторы решили, что именно таким образом удастся выявить активных молодых людей, которые впоследствии захотели бы принимать участие в благотворительности. Мы выходим на улицы в сельских поселениях, деревнях нашего округа и проводим вот такие танцевальные мероприятия. Молодежь видит о том, что можно сделать так круто. В 2020 году, в период пандемии, вся эта творческая и культурная молодежь вышла на помощь и стала работать на благо Ленинского района, помогая тем, кто нуждается. В этом году руководитель местного отделения молодой гвардии и по совместительству лидер проекта «Дэнс-битва» Анастасия Матвеева решила подать заявку на премию губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Большой неожиданностью для всех участников проекта стала победа в ежегодной премии. Мы не думали о том, что у нас получится победить. Мы сделали это для того, чтобы поделиться с коллегами о том, как можно успешно работать с молодежью и вовлекать в волонтерскую деятельность. Планы у Анастасии и ее соратников грандиозные. Продолжать имеющийся танцевальный проект по привлечению активной молодежи, а на выигранные в премии средства запустить новую программу забегов в самых красочных местах Подмосковья. Юлия Погасенко, Илл Иванов, Ольга Садовская, ВИДН-ТВ. В деревне Горки сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись» для участников программы «Активное долголетие». Основная цель мероприятия – напомнить пешеходам старшего поколения об использовании световозвращающих элементов на одежде. С наступлением осенне-зимнего периода тема использования световозвращающих элементов на верхней одежде особенно актуальна. Световой день становится все короче, и водителям труднее заметить пешеходов. Сколько раз приходилось сталкиваться, я когда ехала даже с дочерью, идут не только пожилые, но и молодые люди в черных куртках. Вот тебе дождик, вот тебе самое темно, а они идут по переходу, на них никаких опознавательных знаков. И потом сидит дочка и возмущается, говорит, если бы хотя бы что-то на нем надето было светлое, по крайней мере было видно человека. Жительница деревни Белеутова Лариса Петрова рассказывает, в их населенном пункте есть много участков, где опасно переходить проезжую часть, особенно людям пожилого возраста. Я думаю, что вот у нас как раз переход очень быстро заканчивается, 15 секунд, а пожилые люди ходят довольно-таки все-таки медленно. У кого-то ноги болят, кто-то с палочкой, да, и, то есть, доходя до середины, уже начинается пульсировать быстро-быстрый такой. А если еще и будет эта одежда, то я думаю, что как-то будет это все-таки более удобно для пожилого человека. У нас муниципальные дороги, и вот за муниципальные средства в этом году сделано, значит, достаточное количество тротуаров по центральным дорогам. Но, тем не менее, не на каждой дороге у нас есть тротуар. А в темное время суток, даже при наличии уличного освещения, все равно есть такие места, где не очень видно пешехода. А автомобилисты у нас, к сожалению, не всегда соблюдают скоростной режим и правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД в деревне Горки провели очередную акцию «Засветись». На этот раз стать заметнее не призвали участников программы «Активное долголетие». Мы работаем с разными нашими участниками дорожного движения. В основном дети, но сегодня мы взяли вот эту категорию наших граждан, которые точно так же должны быть безопасными и видимыми на дороге. И, опять же, если обращать внимание на возрастной ценз, то данная категория граждан медленнее передвигается по дорогам, плохо видит. И поэтому, естественно, они такие же становятся, можно сказать, беззащитными. Профилактическую беседу провели в досуговом центре ЮНО. Иссотрудники госавтоинспекции рассказали о важности светоотражающих элементов в темное время суток и показали, как правильно использовать фликеры. Мы можем на свою сумочку это сделать, и он точно так же у вас будет работать. Точно так же будет маленький огонечек гореть при свете фа. В заключении мероприятия всем участникам встречи подарили свето-возвращающие браслеты и призвали обязательно их использовать в качестве повседневного аксессуара. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.